Все немного изменилось, когда наступил 20 век. Наступила эпоха джазовой музыки. Джазовая гармония очень сильно отличалась от гармонии классической. В первую очередь чем же? В первую очередь тем, что к трезвучиям стали добавлять еще одну ноту. По тому же самому терционному принципу, о котором мы говорили в прошлой главе. То есть к первой, третьей и пятой ступени добавляется ступень седьмая. То есть мы пропускаем вторую, четвертую, шестую и добавляем седьмую. Поэтому аккорды называются септаккордом. В нем есть седьмая ступень. Что она позволяет делать? В первую очередь, благодаря седьмой ступени, две группы трезвучий превратились в три типа септаккордов. Если трезвучий у нас было два типа, мажорная и минорная, то септаккордов у нас стало три. Мажорный септаккорд, доминант септаккорд и минорный септаккорд. А теперь давайте посмотрим на их различия. Так же, как и третья ступень в аккорде, седьмая ступень может быть большой или малой. Таким образом, у мажорного трезвучия может быть большая септима, а может быть малая септима. Таким образом, мы с вами получим мажорный септаккорд или доминант септаккорд. В мажорный септаккорд входит первая ступень, мажорная терция, чистая квинта и мажорная септима. В случае с аккордом до мажор это будут следующие ступени. До, ми, соль, си. В случае с доминант септаккордом седьмая ступень будет понижена на полтона. То есть в тональности до мажор такой нотой будет нота си бемоль. В до доминант септаккорд будут входить ноты до, ми, соль, си бемоль. В чем же особенность этого аккорда? А вот в чем. Дело в том, что между третьей ступенью и пониженной седьмой ступенью такого аккорда возникает диссонанс, который называется тритон. Слово три полных тона. То есть между нотой ми и нотой си, между третьей ступенью и пониженной седьмой возникает диссонанс. В средние века за использование таких интервалов инквизиция сжигала на костре, между прочим. А в джазовой музыке этот интервал используется повсеместно. Почему такой аккорд называется доминант септаккордом? Дело в том, что он доминирует над тоникой, над первым аккордом тональности. Он стремится разрешиться в него. В тональности до мажор доминант септаккордом будет аккорд, построенный от пятой ступени. То есть аккорд соль. В него входят ноты соль, си, ре, фа. И этот аккорд стремится разрешиться в аккорд до. В случае с минорным септаккордом в большинстве случаев в него будет входить всегда малая септима. То есть на примере аккорда ре минор мы можем с вами увидеть, что ступени, которые входят в него, это ре, фа, ля, до. В девяти случаях из десяти в минорном аккорде септима всегда будет малая. Если мы от каждой ступени мажорной гаммы, давайте возьмем гамму до мажор, чтобы у нас не было никаких знаков при ключе. Если от каждой ступени мы построим с вами септаккорд, мы получим с вами последовательность септаккордов, формирующую тональность. от ноты до до мажорный септаккорд, от ноты ре ре минорный септаккорд, от ноты ми ми минорный септаккорд, от ноты фа, фа мажорный септаккорд, от ноты соль, соль-доминант септаккорд, ля минорный септаккорд, си уменьшенный септаккорд. На седьмой ступени мажорной гаммы находится уменьшенное трезвучие, уменьшенное трезвучие вместе с малой септимой, а ноты, которые входят в аккорд седьмой ступени, это си, ре, фа, ля. Мы с вами получаем минорный септаккорд с пониженной пятой ступенью. В классической музыке такой аккорд называют полууменьшенным. В джазовой гармонии, в классической джазовой гармонии такой аккорд принято называть минорным септаккордом с пониженной пятой ступенью. По одной простой причине. В этом аккорде малая терция, малая септима. Соответственно, по всем признакам это минорный аккорд. Но у него пониженная квинта, поэтому его относят к группе минорных аккордов, и он является просто небольшим исключением из правил. По большому счету в большинстве случаев он выполняет ту же самую функцию, что и минорный аккорд. Продолжение следует... Продолжение следует...